Андрей Гречкин, Дарь Гефтранс, прошу. Добрый день, коллеги. Антон много рассказал интересного, я немножко буду подглядывать в шпаргалку, чтобы не повторяться, потому что тема такая обширная, и говорить можно много про технические нюансы. Мы встречаемся в конце года, и поэтому немножко напрашиваются выводы. И действительно, определенный ренессанс, можно сказать, в рефрижераторных перевозках наметился. Если мы, все, я имею в виду операторы рефрижераторных контейнеров, внутри России в каком-то средневековье пребывали последние лет пять, работая в основном на управлении Центральная Россия, Дальний Восток и обратно с очень неровной экономикой, то есть сейчас появились новые направления, на которых и доходность выше, и наукоемкость, и капиталоемкость выше. И одновременно с этим мы получаем доходы, которые позволяют инвестировать в технологии, про которые Антон в частности рассказал, то есть это и новая генерация, и новые контейнеры. И сейчас мы все получили возможность развивать свой парк, увеличивая его количество контейнеров, количество вагонов, количество генераций. У нас немножко другая философия в группе. Если часть наших конкурентов, коллег по цеху развиваются за счет в том числе чужого СОУСи парка, мы все-таки, ассет-бейст компания, мы стараемся развивать собственные активы и на их основе строить сервисы. Я немного расскажу о том, как мы шли к 2021 году. Здесь не с самого начала, мы начали свой путь в 1998 году. Мы не такие, может быть, динамичные, как другие компании, у нас юридическое лицо не менялось. И с того момента, как мы вошли в группу Феско, никто нас не покупал, не продавал. Мы надеемся, что будем продолжать двигаться в том же ключе. Наша задача сейчас, философия в последние годы, максимально унифицировать собственные сервисы с сервисами группы. То есть максимально использовать ту сетку, очень широкую, и географию контейнерных поездов, которые обеспечивает группа, а также сетку линейных сервисов морских, для того, чтобы помимо универсальных контейнеров, на те же направления ввести рефрижаторные контейнеры. В 2021 году мы запустили новый сервис, так же, как и коллеги-конкуренты по цеху, на Европу. Это была отправка рыбы высокой степени переработки. И вообще это, я считаю, достаточно знаковое событие на рынке, по той причине, что это вообще новый объем. И сложилось одновременно несколько факторов. То есть российские переработчики обратили внимание на то, что необходимо производить товар с достаточной степенью переработки. Появился филе фарш, уже упакованный в индивидуальную упаковку, пригодный к продаже в сетях. Они обратили внимание на то, что они продают в Китае. Объем экспорта в Китай в последние годы достигал 80% от объема вылова минтая. Не является наиболее максимальным способом реализации товара. И одновременно с этим, в этом году, кстати, ограничение Китая перестало так же гладко принимать транспортные рефрижераторы, и в том числе контейнеры, которые появились в задержке в портах приемов Китая. По этой причине рыбаки были вынуждены форсировать свою активность в Европе, и по этой причине открылись новые сервисы. Немножко расскажу про нашу сетку сервисов. Мы работаем в Юго-Восточной Азии и в каботажных портах Дальнего Востока, во всех, которые в принципе могут быть. То есть мы сезонно работаем на Чукотку, постоянно работаем на Курилы, и, соответственно, регулярные сервисы представлены круглогодично. Что касается Юго-Восточной Азии, здесь представлена не вся сеть. На самом деле через порты траншипмента мы можем закрывать по запросу. И дополнительные направления, дополнительные порты. В этом году достаточно активно развивается импорт, и на фоне того спреда, который возник в сравнении с Дипси, наши сервисы стали интересны в том числе для интермодальных перевозок внутрь страны. Увеличивается объем грузов, идущих из Китая через порт Володивосток в Москву, в Новосибирск. То, зачем мы на протяжении последних двух-трех лет активно, можно сказать, бегали, пытались привлечь клиентов, сейчас достаточно органично развивается, и мы зачастую превышаем локацию, допустимую подключению на судах. Новый сервис, про который я хотел сказать, это перевозка из Володивостока в Санкт-Петербург и далее в Европу. Европейские порты, представленные на карте, мы сейчас закрываем в том числе собственными контейнерами. Если первая пилотная партия проходилась с перетаркой в порту Санкт-Петербург в партнерские контейнеры в партнерской линии, то сейчас мы едем в собственном контейнере до европейских портов. Также в этом году большое развитие получили перевозки внутри Дальневосточной дороги на приграничную станцию Хунчунь. Это альтернативный способ доставки для российской рыбопродукции. В Китае в Хунчунь чуть проще организован прием с точки зрения антиковидных ограничений. По этой причине многим экспортерам это направление стало интересно. Немного расскажу о том, какие сервисы оказывает наша компания, и в цифрах скажу про активы. Мы работаем на четырех основных направлениях сервиса, каждая из которых перетекает один в другой. В этом философия. То есть мы стараемся максимально задействовать все свои активы и все направления деятельности связать воедино. Это каботажные перевозки, которые переходят в железнодорожную доставку. Это интермодальные перевозки как в Европу, так и в Азию с использованием железнодорожного плеча и морского плеча. Это СВХ, собственно СВХ в порту, который работает не только, я имею ввиду в торговом порту Владивостока, который работает не только на наши нужды, не только с нашими контейнерами СОС, но и с контейнерами СОС, прочих собственников, других экспедиторов. Наш парк подвижного состава сейчас состоит примерно 400 единиц платформы дизель-генераторных вагонов. Есть стратегия, которая предполагает развитие этого парка, достаточно существенное развитие к 2025 году. Если кто-то был на прошлогодней презентации, у нас было порядка 1800 контейнеров на слайде. Сейчас мы увеличили это количество за счет приобретения и частично за счет аренды до 2300 контейнеров и уже законтрактовали порядка 450 новых контейнеров на следующий год, на начало года. Контейнеры это новые. Мы приняли программу обновления парка, которая позволяет за счет того, что у нас будет монобренд, построить интеллектуальную сеть. Эти контейнеры оснащены установкой последней разработки керриера. У них собственное облако и возможность проводить притрипы в пути следования. То есть мы, в принципе, видим состояние контейнера без выставления его для предварительных процедур на станции отправления. Про СВХ я уже сказал, но и обязательные must-have опции – это страхование всего груза, который мы везем, в зависимости от того, какой сезон мы немного меняем обязательные ставки страхования. Это никак не сказывается для клиентов в том случае, если стоимость груза не переваливает определенные пороговые значения. Более дорогие грузы мы настоятельно просим страховать, там достаточно гуманные ставки. Про ускоренные поезда я уже сказал. Немножко про СВХ. Это его вид. Он именно так выглядит. Там секции на 150 физических рефрижераторных контейнеров, соответственно, 150 розеток. Все они оборудованы многоярусными этажерками. Мониторинг происходит контейнеров ежедневно. На СВХ есть досмотровые модули. До недавнего времени в Владивостоке это было единственное место, где есть модули для досмотра и ветеринарного, и фитосанитарного груза. Соответственно, все необходимые таможенные процедуры, в том случае, если они выпадают, можно производить. Помимо прочего, в этом году мы стали заниматься таможенным оформлением для тех клиентов, которым это нужно, у которых нет своего представителя в Владивостоке, и помощью в организации фитосанитарного и ветеринарного контроля. Что сейчас Дальрифтранс на текущий год? Все так же порядка 3000 клиентов. Большинство из них с нами работают десятки лет. Это 19 морских сервисов, в том числе и вновь открытые направления в этом году европейские. 7 регулярных железнодорожных сервисов. В общей сложности мы перевезли 23 тысячи теусов по всем направлениям сервиса. На СВХ обработали порядка 8 тысяч теусов. Это новый сервис на Европу, про который я хотел рассказать отдельно. Сейчас мы берем рыбу в Владивостоке. Есть проекты по перевозке из Камчатки с Сахалина на Санкт-Петербург с дальнейшей отправкой по указанным портам. Основной объем идет на Бремерхафен. Транзитное время при прочих равных, если нет проблем с оформлением документов, занимает порядка 25 дней. Потенциал на этом направлении мы видим от одного поезда в неделю. Ограничение то же самое, про которое сказал Антон. Действительно мало платформ. Есть определенный недостаток в контейнерах. И в этой схеме, что не очень приятно, вымывается контейнерный парк. Поэтому на этом направлении мы работаем в том числе с привлечением SOC-контейнеров и прочих собственников. Вымывание парка, задержка хорошо иллюстрируется текущей ситуацией в портах Китая. Мы даже останавливали экспорт местный из Владивостока по той причине, что контейнеры зависают там до 30, иногда более дней под антиковидными процедурами. Каждый пакет сейчас проходит обработку, и с него берутся смывы. У нас, с одной стороны, увеличение денежного потока. Мы увидели большие сборы под Emerge Detention. С другой стороны, каждый клиент приходит и говорит о том, что не наша вина, ребята, пойдите навстречу. Поэтому это такая заработок, monkey business какой-то получается. Ты вроде потенциально должен получить деньги за сверхнормативное использование контейнера, с другой стороны, вынужден постоянно идти навстречу любимым клиентам. И ты, естественно, идешь навстречу клиентам, и не везешь в этих контейнерах груз. По этой причине, повторюсь, Китай как направление сейчас именно в морские порты не очень интересен для экспорта. Какие новые направления могут быть в ближайшем будущем открыты? Это санкционный транзит на Юго-Восточную Азию. Скорее всего, не только Китай, то есть тут может быть Япония, Корея и какие-то менее загруженные направления, где быстрее выгружаются контейнеры в Юго-Восточной Азии. В настоящий момент есть определенный объем запросов. Если у кого-то из присутствующих экспедиторов возникает подобный запрос с рынка, мы готовы отрабатывать, мы достаточно гибкие в этом направлении. Причем это касается не только обратного грузопотока из Санкт-Петербурга, это касается практически любых направлений на пространстве 15-20. Помимо прочего, интересная опция – это перевозка non-operated reefers, то есть с сухим грузом, который не испортит контейнеры. Одновременно может быть интересен грузовладельцу в качестве дополнительной вместимости, дополнительных контейнеров, которых может не быть в Европе в определенный момент времени, под перевозку в обратном направлении из европейских портов, из-под выгрузки рыбы, которую мы туда везем. Около двух лет назад мы начали эту историю продвигать по Юго-Восточной Азии. Сначала все улыбались, считали это некой утопией, но последние полтора-два года отлично едут нор-reefers из Юго-Восточной Азии в Владивосток. Мы не часто используем эту опцию, потому что рефер все-таки должен работать под скоропорчистым грузом, но в тот момент, когда возникают перекосы по парку для балансировки, отличная идея, всем выгодна. Мы даем определенные дисконты, потому что объем меньше, экспедиторы имеют возможность дополнительной вариативности при использовании, в том числе рефрижиаторных контейнеров. А какие у нас плюсы и минусы сейчас на рынке, и почему хотелось бы сказать, что время некоторой неопределенности. С одной стороны, рефрынок объективно растет, и это видно по отчетам РЖД о том, что рыба перевезена за истекшие 9 месяцев существенно больше, чем в прошлом году. На некоторых направлениях тысячепроцентный рост, исключительно, конечно, по причине низкой базы изначальной. Но одновременно с этим есть определенные опасения из-за факторов, которые в том числе привели к этому росту, что это может быть не длительный тренд, а некий импульс, который себя уже отыграл. Например, антиковидные ограничения. Из-за того, что они были введены, ограничился вывоз рыбопродукции, и мы все увидели не такое драматическое снижение цены, как это исторически происходит в начале года по направлению с Дальнего Востока в центральный федеральный округ. С открытием Китая, который произойдет рано или поздно, понятно, что многие экспортеры, многие производители, особенно дешевые рыбы, опять вернутся к этой практике, вывоза БГ, то есть рыбы без головы, с минимальной обработкой, по сути сырья для дальнейшей обработки в Китае. В этом случае мы можем столкнуться с тем, что на увеличенный парк, те мускулы, которые мы наели за это время, или взяли их в кредит, будет не востребован. По этой причине, соглашусь с Алексеем, мы очень точечно в группе вообще и сбалансированно, я считаю, подходим к инвестициям. То есть мы не стараемся всеми правдами и неправдами нарастить свою провозную возможность, делаем это с прогнозированием, пытаясь оценить целесообразность этих действий в конкретный момент времени. Действительно, впервые за последние пять лет мы получили реальные какие-то движения в сторону снижения железнодорожного тарифа в том или ином виде. Тариф был повышен существенно в 2012 году, я не буду говорить, в какой причине, в чьих интересах это делалось. В 2015 году, опять же, силами ассоциации, в которую мы все входим, этот вопрос был поднят на Госсовете, от президента было дано поручение о необходимости рассмотреть снижение. Поручение рассмотрели, отчитались, вопрос закрыли. В этом году впервые, повторюсь, за пять лет, есть реальные подвижки, получено субсидирование, то есть нулевой железнодорожный тариф на перевозку Минтая. В данный момент выделено ассигнование дополнительное от Минсельхоза, и мы пытаемся согласовать первую перевозку этого Минтая. Надеемся, что в следующем году эта тенденция сохранится, и помимо Минтая субсидирование будет распространено еще на какие-то виды грузов, сельдь, какие-то дешевые виды рыбы. Возможно, на какие-то новые направления появится желание у РЖД пойти навстречу, потому что до недавнего времени ответ был один, у нас есть выпадающие доходы. Несмотря на то, что, по большому счету, перевозчик, не неся никакой дополнительной ответственности по отношению к перевозке в универсальных контейнерах, не оказывая дополнительного сервиса, получает существенно больший доход, РЖД как государственная структура должна отчитываться о бюджете, и их позиция тоже в целом понятна в этом направлении. Поэтому мы считаем, что субсидирование перевозок из бюджета заинтересованных ведомств, министерств, это первый шаг к тому, чтобы нормализовать ситуацию с рефами. До недавнего времени у меня было четкое представление, что мы находимся в неком закрытом муравейнике, и если кто-то сверху не положит сахарок в виде снижения тарифа, существенного развития импульса наш рынок не получит. В этом году немножко нас начали замечать в этом направлении. В то же время нас начали замечать в другом направлении, из-за того, что экспорта рыбы стало меньше, у рыбопромышленников выше необходимость в перевозке, цены не так драматично упали, и в сезон Красной Путина они существенно выросли, больше, чем в прошлом году. По этой причине было инициировано обращение в Федеральную темнопольную службу, которую мы сейчас будем все дружно отрабатывать в рамках своей ассоциации. Да, да, оно уже получено. Вопрос стоит именно о том, насколько рыночно является то, что цена сейчас такая, какая есть на рынке. Вместе с тем, никто из здесь присутствующих не является, скажем, аффилированной друг к другу структурой, и в то же время мы не доминируем на рынке. По этой причине я считаю, что такие определенного рода инсинуации, потому что сейчас будет происходить в ближайшее время. Что еще интересного? Можно предположить, как я сказал ранее, что рост объемов напрямую связан с ограничениями из-за ковида. То есть бесспорно мы являемся бенефициарами ситуации, то есть ограничения приводят к тому, что используются, так сложились факторы, что используются более активно железнодорожные сегменты, российский сегмент перевозки грузов в эфираторных контейнерах растет. С отменой я предполагаю, что не будет драматического падения все-таки по той причине, что многие крупные промышленные компании занимаются сейчас наращиванием мощностей по переработке продукции. И вот этот новый тренд по перевозкам в Европу сохранится. Инфраструктурные ограничения по РЖД очень сильно давят, особенно на восточном полигоне. На дальневосточной дороге у нас несколько брошенных поездов. И вот это наращивание платформ, почему я говорю, что мы подходим осторожно к наращиванию собственного парка и контейнеров и платформ. Зачастую из-за инфраструктурных ограничений купленные лишние тысячи контейнеров будут просто стоять на подходе, они не дадут необходимого эффекта за счет того, что сокращается оборачиваемость. В ассоциации мы посчитали, если в начале года у нас оборот контейнера, на простом примере, самым грузонапряженным, на Москву составлял в районе 32 дней, сейчас до 60 дней доходит оборот, из-за того, что есть проблемы с создачей в перевозку, само движение быстрое, мы едем в составе ускоренного поезда, но все промежуточные предварительные манипуляции с контейнерами, они приводят к тому, что оборот контейнеров увеличивается. И самый главный фактор, который затрагивали все практически крупные операторы, экспедиторы, выступавшие сегодня, то, что при изменении спреда на дипси, в том числе для интермодальных перевозчиков рефрижераторных, может случиться определенное переосмысление и снижение грузовой базы новой, которая возникла на этой волне высоких фрахтовых ставок на море. В завершение. Я хотел бы сказать, что мы всегда открыты к диалогу. У нас, благодаря тому, что главный офис находится в Владивостоке, в представительство Москве и Новосибирске, практически 24 на 7 можно задать вопрос, и вы получите достаточно оперативный ответ. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, вопросы Андрею.